Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я хочу вам порекомендовать танчик СТРВ-74, шведский СТ 6 уровня. В основном часто все просят покатать тот танк или другой, а этот нормальный или ненормальный. Поэтому возможно буду делать не одно такое видео, а это будет несколько или возможно даже много, где я буду именно рекомендовать тот или другой танк и рассказывать почему. Ну начнем с того, что мы имеем у СТРВ-74. Мы имеем 6 уровень, урон 150, пробитие 148, галду и 200, КД 4 с хвостиком секунды, урон в минуту 1700, сведение 1.8, точность 0.33, удельная мощность 16, максималка 45, скорость поворота 34, обзор 360, КП 750. Взглянув на ТТХ, мы понимаем, что у этого танчика имеется великолепное сведение, стабилизация, нормальная такая скорострельность со средней альфой для 6 уровня. Прибавляем к этому уникальные 15 градусов вниз, склонение и 15 вверх, это уже не очень, но в принципе не часто приходится стрелять вверх. Мы понимаем, что в этом танке есть то, что я люблю больше всего, офигительную стрельбу. Вообще элемент стрельбы у СТРВ-74 это очень выгодный такой плюс. Геймплей в плане реализации орудия очень классный. Все удобно. При этом при всем такая стабилизация, точность, сведение, УВН и все это на 6 уровне, это очень классно. Играть на 6 уровне не сложно, все пробивается легко. Ну на всякий случай ездил до 200. Также мы имеем обычную подвижность, в принципе ездит танчик нормально. Первым на агрессивные позиции вы не приедете, но в принципе этому танку это и не надо, потому что во-первых обзор не самый топовый, 360. Его можно конечно разогнать до нормального такого расстояния, как для 6 уровня. Но это не прям сказать достоинство этого танка. Да и в принципе танк очень ватный, брони нет практически вообще и фугасами пробивается довольно таки частенько. Поэтому играть нужно аккуратно, как танк поддержки и чаще всего не на первой линии. На первой линии нужно играть только если вы чувствуете превосходство над противником или когда уже нет выбора. В этом бою, который вы видите на своих экранах, вначале я допустил ошибку. Я поехал на первую линию, при том что я не успевал уже на нее и меня подсветили на переезде. И поэтому весь бой вначале пошел наперекосяк. Но я выжил и сделал все что мог. А мог я на центре развалить всю команду врага. Поэтому врагам не повезло, что меня не добили. Единственное, что хочу вам порекомендовать на низких левелах, на шестых, седьмых, не выше. Рекомендую вам прокачивать как можно получше обзор и стабилизацию. Потому что эти два параметра вам помогут лучше всего. В принципе и все остальное вы не сильно сможете апнуть. Подвижность, ну что там, прокачайте танк и по сути все. Скорость вы никак не разгоните у танка. А вот обзор и стабилизацию вы можете подкачать перками и модулями. Что поможет вам дальше видеть и лучше стрелять. А на шестом уровне очень легко так все стреляется. Более простые враги и в принципе играется очень легко. Да и много слепых танчиков. Ну и как обычно, не просто так я рекомендую этот танчик. А для тех, кто хочет научиться хорошо играть, этот танк получится как какой-то тренажер. Потому что у него хорошая точность, стабилизация, сведение. У него нету такого большого разброса, как у многих танков там советских, да и у других. Когда вы стреляете не в выездимую зону, а просто примерно в силуэт врага. А здесь вы научитесь хорошо выцеливать. То есть танк заставит вас поводить мышкой по экрану, повыцеливать у врага в выездимой зоне. Научитесь стрелять на упреждения. Выцеливать в ближнем бою какие-то маленькие лючки. Все этот танчик вас научит. Научит также сейвить свой танк за укрытиями. Потому что он ватный и стоять нельзя. Манцевать более-менее, там выезжать, заезжать. Ну и также научит вас смотреть на карту. Потому что карта это одно из важнейших инструментов получения информации в этой игре. По карте я получаю информацию в бою, где светятся враги, где они отсветились, где мои союзники. Также сразу могу определить в какой стороне только что засветился враг. Поворачиваю по указке туда экран и потом уже начинаю выцеливать. Это намного быстрее, чем просто как люди там в прицеле лазят по 15 минут и итогово ничего не настреливают. В принципе я это рассказывал в гайде о том, как повысить реакцию в этой игре. Поэтому этот танчик достойный тренажер для начинающих людей, которые хотят более-менее нормально научиться играть в эту игру. Потому что именно вот такие вот ватные со средней скоростью танчики учат думать в первую очередь в этой игре. Но если вы купите этот танк, выкачаете, сядете на него и вы не сможете на нем играть, бросите, то ну по сути вы просто смирились с тем, что вы не можете. Я всегда себе говорю так, если я на этом танке не смог или не могу в тот результат, который кто-то может, значит человек, который может делать что-то по-другому, а я делаю что-то не так, значит мне нужно что-то поменять, значит мне надо что-то улучшить. И у меня просыпается такой вот интерес сделать свою игру лучше в каком-то из направлений. Рекомендую вам в принципе поступать так же. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!